Приветствую вас, дорогие мои, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный», подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть желание поддержать нас молитвенно или финансово, то все есть в конце этого ролика или на нашей страничке в ютубе «На взгляд с небесный». Сегодня хотел бы немножечко рассказать о региональных новостях, о новостях здесь в Калуге, которые происходят, страсти кипят, и они вышли даже на федеральный уровень. А деловая газета «Взгляд» это федеральное издание разместило после, конечно, калужских всяких новостей такое сообщение. Настоятель калужского храма пояснил открытие шашлычной на его территории, из-за чего все, так сказать, разгорелся весь сыр-бор, и такое прям возмущение пришли калужские СМИ. Потому что в центре города есть очень большой храм, православный храм Жон Мироносец, и, наверное, как и все православные храмы, он находится в нужде, в финансовой нужде, потому что содержать такое огромное помещение, плюс детскую воскресную школу, плюс хор, плюс много всего, я как священнослужитель сам понимаю. Вот, и хотелось бы сегодня встать на защиту отца-настоятеля этого храма, Владимира Кудрявцева. Мы не знакомы, но все равно, знаете, в чем суть дела? Короче, они поставили у себя на территории, разрешили поставить какому-то арендатору палатку и начали готовить пищу, я думаю, там, шурму, кофе и еще что-то. Вот, потому что центр города, люди идут, и всегда можно перекусить по дороге, это стало обыденно в нашей жизни, вот, но на этом промежутке в центре города нет даже поблизости ничего, где бы можно было вот недорого и вот так по пути просто перекусить. И вот из-за этого разгорелось все. Знаете, так интересно, что общественность не возмущает то, что книги духовные, христианские, исламские или иудейские, или других религий продаются, скажем так, в обычных магазинах книжных. Это никого не возмущает, да? Многие товары там на Пасху, на Рождество продаются в общих магазинах, тоже не возмущает. То, что ходят к храмам, покупают хлеб, у нас в Калуге Калужская епархия очень много выпекает, у них собственные предприятия есть, очень вкусный хлеб, булочки, один хлебный магазин прямо около Баумского университета, студенты все бегают перекусить, это никого не возмущает. Но знаете, вот поставили палатку и тоже начали, в общем-то, обыденное. И это такой шум вызвало в городе, все интернет-издания начали писать, все обращать внимание, снимать сюжеты. А знаете, а в общем-то из-за чего? Из-за того, что церковь действительно нуждается в оплате, и отец-настоятель сказал, что и хор действует, и люди должны получать хоть какую-то зарплату. Вот, и много работы ведут, там работает детская воскресная школа, все пособия, там карандаши, бумага, сегодня стоят денег. И что плохого, что церковь решила поставить у себя одну палатку. Вы знаете, я расскажу вам о своих поездках в Санкт-Петербург, я несколько раз в течение прошлого года был, вот недавно был в Питере, и я очень люблю Васильевский остров. И посещаю часто моего друга, тоже пастора церкви, он возглавляет, как и в русской традиции, Михайловская церковь, но это лютеранский храм Архангела Михаила. Вот, и там на территории пастор тоже поставил, разрешил поставить арендодатом несколько палаток, там и фрукты, и овощи, и молочка торгуют, и пищу готовят тоже, можно покушать. Мы как-то приехали и покушали, когда узнали, что мы в храм, и знакомы с отцом-настоятелем, то просто, ну, с благодарностью сделали очень вкусные таманты, еще что-то, мы заказывали плов, вот. Очень много всего, и это ж не единичный случай, это везде так происходит, и почему так возмущается общественность, это вообще непонятно. Может быть, потому что нет других каких-то вот хороших новостей. Друзья, время непростое, давайте будем, будем быть, не знаю как, давайте будем добрее просто, добрее к людям, добрее к церквям, вот. Храни нас всех Господь, и не осуждайте, сами не понимаете, за что и почему кто-то, вот, знаете, в новости это внес, и вы вот с таким запалом, с таким жаром начинаете судить и осуждать. Благослови всех Господь, плохого ничего не делают, а то, что кормят людей, вот, то, что вы можете сами бежать, взять кофе, взять там булочку или взять шаурму, вот. Храм от этого мечетью не станет, поверьте, потому что возмущение пошло, ой, тут халяльной едой будут торговать. Ну, не об этом речь, друзья, вообще не об этом. Храм как был храмом, так и останется храмом. Благослови вас всех Господь, с вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, ну, и поддержите наш труд, нашу работу. Любим вас и благословляем.